Минувшие выходные в стенах спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 12 имени заслуженного тренера России Аганесса Крикорьянца прошли не в тренировочном, а в состязательном режиме. Местные фехтовальщики вышли на дорожки в качестве соперников в рамках традиционного чемпионата области. Несмотря на то, что шпаги скрестили только омские спортсмены, напряженность поединков зашкаливала. Ведь уровень наших фехтовальщиков высоко ценится и по всероссийским меркам. У нас уровень ребят достаточно сильный. Приходится соответствовать этому уровню. У нас есть кандидаты в сборную страны. Поэтому, в принципе, всегда соревнования проходят довольно-таки напряженно. Все не хотят проигрывать, дерутся до последнего за каждый укол. Поэтому, скажем так, простых боев не бывает. У нас есть молодая сборная, скажем так, из трех человек. Они приехали как раз только с чемпионата России. Они там заняли достойные места. Один пятый был, другой попал в 16 сильнейших. Третий тоже в 32 был. И как раз мне так повезло, что я стеялся со всеми тремя. Поэтому пришлось провести смекалку, где-то опыт, мастерство. Ну, и с небольшим перевесом у каждого получалось одолеть. Непредсказуемыми были результаты и в женских дуэлях. Расстановка сил менялась мгновенно. Ведь даже будучи спортсменом высокого класса, достаточно замешкаться лишь на секунду, и пропущенный укол способен полностью изменить ход поединка. Поэтому, выходя на дорожку, нужно не только быть в хорошей физической форме, но также правильно настроиться, успевать молниеносно оценивать ситуацию и предугадывать тактику соперника. Самое главное в фиктовании – это воля к победе в первую очередь. Ну и также, естественно, немаловажна и физическая подготовка, исправность оружия и прочие факторы. Мы знаем друг друга, мы тренируемся все вместе уже много лет. Ну, все девочки достаточно сильные. То есть, фиктование – это абсолютно непредсказуемый вид спорта. То есть, здесь ничего нельзя предугадать. Очень многое зависит от его соперника, от системы, от исправности оружия. То есть, предугадать никогда невозможно. Немаловажной составляющей успеха, как и в любом другом виде спорта, является умение получать удовольствие от того, что ты делаешь. А по словам шпажистов, фиктование способно подарить огромный спектр эмоций. Опытной спортсменке Анастасии Очкасовой, вернувшейся к тренировкам после годичного перерыва, на этот раз немного не хватило до медали. Но от этого соревновательный процесс не становится менее увлекательным. Можно сказать, что это драйв. Это столько эмоций. Это непередаваемые ощущения. Это даже не футбол, не хоккей. Это более активные, я думаю. Домашний турнир позволил каждому спортсмену оценить свой уровень подготовки, выявить ошибки, над которыми еще нужно поработать. А сейчас им предстоит сделать это быстро. Ведь уже 1 апреля в дюшор номер 12 соберутся фехтовальщики со всей Сибири, чтобы пройти отбор на следующую ступень – всероссийские соревнования.